В отделении общей хирургии стали активно использовать лапароскопическую герниопластику грыжи передней брюшной стенки. Проще говоря, грыжевой дефект укрывается синтетическим протезом, введенным через небольшие проколы в передней брюшной стенке с использованием видеохирургического оборудования. Такой метод позволяет уменьшить постоперационный болевой синдром пациента и ускорить процесс реабилитации. При первичных грыжах передней брюшной стенки без использования трансплантанта рецидив до 15%, а при вторичных вообще 25-30%. При данной методике этот процент снижается до 3-5. То есть это существенно. Уже на следующие сутки пациент может передвигаться и чувствовать себя удовлетворительно. Наталья Степура накануне сделали такую операцию. Причем в один день ей было произведено не только удаление грыжи, но и желчного пузыря. И уже сегодня она аккуратна, но уверенно встает с койки и благодарит медперсонал. Делают очень быстро, профессионально. И на второй день, вот я уже на второй день могу вставать, ходить после двух операций. А вот Алексею только предстоит лечь на операционный стол. Мужчина очень волнуется и попросил не показывать свое лицо. Операция ему предстоит иная, не только в плане хирургического вмешательства, но и по степени усовершенствования. И тот факт, что теперь удалять грыжу позвоночного диска стало, возможно, практически безболезненно, очень радует Алексея. Услышал, что вот сейчас устанавливают современные импланты, кейдж-пластины так называемые, резьбовые. Что быстрый период восстановления около восьми месяцев. И, естественно, согласился и лег на операцию. Недуг Алексея вылечат таким образом. В межпозвоночное пространство на месте образовавшейся грыжи будет вставлен титановый имплант. При этом разрез на спине у пациента будет минимальным. Последнее время операции, которые проводятся у нас в отделении, они проводятся малоинвазивными доступами. Доступ при удалении грыжи диска порядка двух-двух с половиной сантиметров. И одновременно вместе с удалением грыжи диска мы решаем вторую проблему, которая всегда сопровождает данную проблему. Нестабильность. Мы одновременно с удалением грыжи диска выполняем этап стабилизации позвоночника. В 4-й городской больнице уже было проведено около 40 подобных операций. Использовать современные технологии и методики начали с осени прошлого года, когда произошла модернизация отрасли здравоохранения и появилось уникальное оборудование, как электронно-оптические преобразователи, рентген-прозрачный стол, микроскоп и другие необходимые для операции инструменты, позволяющие сократить время работы до промежутка от 40 минут до часа. Ранее подобные операции можно было произвести только в краевой столице.